здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня у меня первый раз такой длинный мастер-класс девчонки так что для тех кто для тех кто действительно собирается такую серьезную вещь связать я попыталась объяснить очень подробно вот такой вот кардиган у меня родился вот и в этом видео я подробно для таких ну не совсем начинающих ну для вяжущих девчонок но подробно рассказываю как его вязать девчонки так что кому это интересно оставайтесь со мной или жить я буду рада и кстати что хочу сказать девчонки пожалуйста у меня в инстаграме я хочу видеть работы которые сделаны по моим мастер-классом пожалуйста в инстаграме если можно выставляйте свои работы которые вы связали связали по моим мастер-классом с хэштегом вяжем с векой я все увижу и все буду выставлять введете ну все вяжем кардиган и так девчонки для работы нам понадобится две пары спиц одни потоньше четыре с половиной миллиметра и вторые вот такие вот толстые миллиметра толщина не 11 мотков 80 процентов шерсть 20 процентов акрил 100 граммах 147 метров всего 11 мотков возможно уйдет у меня немного меньше я все вам потом скажу и начнем соответственно ножницы игра это все дополнительные такие вещи и начнем мы девчонки кармана разберемся с основным узором вот эти толстые спицы мы будем использовать только для вот этого узора вообще интернете он малинки у меня он шишечки потому что такие длинные толстые спицы мы используем только на этот узор шишечки все остальное мы вяжем вот этими вот тонкими спицами для кармана вот на кармане мы сейчас разберемся с этим узором для кармана мы набираем 17 петель и вяжем резинка один на один вот краешек вяжем резиночка резинка 4 ряда но начинаем мы с изнаночной кромочную снимаем начинаем изнаночная лицевая изнаночная лицевая и вот перед кромочной у нас тоже должна быть изнаночной и далее кромочная это нужно для того чтобы у нас все хорошо совпало с этим узором видите лицевая петля с вот этой как бы и вяжем по узору следующие три ряда всего четыре ряда резинка так вот смотрите 4 ряда я провязала теперь я перехожу на вот эти вот толстые спицы и далее будем вязать уже наш узор первую петлю снимаем изнаночную провязываем лицевую провязывая изнаночную провязываем вот они наши три первые петли эти с этой лицевой из пятой петли вывязываю пять петель таким вот образом вытягиваем одну петлю делаем накид вторая петля накид 3 петля то есть всего у нас здесь 1 2 3 4 5 далее по узору 3 петли изнаночная лицевая изнаночная и снова вяжу из одной петли 5 петля накид вот они 5 далее изнаночная лицевая изнаночная и следующие 5 вот этот узор вяжем довольно свободно поэтому нам нужны вот эти толстые спицы потому что он должен у нас быть таким гибким и воздушным и до конца ряда провязываем изнаночная лицевая изнаночного изнаночная и кромочная вот они три раза мы выполнили по 5 петель вот это и будут наши будущие шишечки теперь изнаночный ряд лицевая изнаночная лицевая по узору даже видите эти пять петель которые мы вырезали из одной мы провязываем лицевыми 1 2 3 4 5 лицевая изнаночная лицевая и эти 5 слова лицевыми далее мы продолжаем вязание 6 рядов по узору как лежат петли то есть если у нас изнаночная вяжем изнаночные лицевую вяжем лицевой изнаночные вяжем изнаночной то есть смотрю как лежат петли и вяжем 6 рядов вот смотрите провязала еще 6 рядов всего у нас здесь если посчитать вот смотрите 1 2 3 4 5 6 7 так теперь мы будем менять заканчивать вот эту шишечку и начинать следующую первую кромочную снимаем изнаночную вот теперь вот из этой косички мы вывязываем 5 1 2 3 4 5 1 изнаночная вот эти 5 петель которые мы вывязали из одной петли мы провязываем вместе 1 изнаночная с лицевой петли из косички вывязываем 5 5 вместе изнаночная 5 вывязываем изнаночная 5 вывязываем до конца ряда то есть изначально у нас было три шишечки теперь из вот из каждой косички которая у нас была мы вывязываем вывязали по шишечке шишечку мы сократили до косички теперь у нас здесь будет косичка а здесь на месте предыдущей косички шишечка тоже самое косичку провязываем в изнаночном ряду лицевыми петлями а вот здесь вот провязываем изнаночной одну петлю которая у нас осталась после провязывания вот этих пяти вместе все остальное лицевыми а эту одну петлю чтобы у нас получилось в лицевом ряду косичка на этом месте снова продолжаем вяжем по узору 6 рядов вот провязала я 6 ряду и теперь снова там где мы вязали шишечку мы провязываем вместе 1 изнаночная кромочная изнаночная эти 5 которые мы вывязали из одной теперь мы их провязываем вместе изнаночная из косички вывязываем 5 изнаночная 5 вместе и вот так вот до конца ряда видите мы их меняем снова местам еще два раза вот так вот сейчас мы находимся вот здесь то же самое мы еще повторяем еще один раз и вот 4 смотрите 4 как бы рапорт в нем четвертый ряд шишечек и последний ряд после этого я вижу много по-другому теперь мне нужно сократить вот эти пять петель которые я вывязывала из одной вот одна изнаночная после кромочной 5 вместе и я просто в последнем ряду не буду вывязывать из косички и просто провяжу лицевой видите и вот эти 5 вместе вот видите поскольку у нас петель очень мало закрываем мы в изнаночном ряду и очень слабо свободно утаскиваем вот эту главную нить закрываем петли очень очень свободно видите чтобы у нас нужно было с этим краем работать что-то у нас не был стянут видите вот здесь вот я закрыла как эластична где обрезаем и все два кармана у нас не вернее всего нам нужно два кармана вы вяжете еще один у меня он есть вот такие вот два кармашечка для заготовок откладываем пока в сторону карман далее переходим к рукавам вот такой вот у меня один рукав уже связан его здесь положу чтобы мы визуально видели и могли это все дело проверять для рукава мы набираем 33 петли на тонкие спицы на спицы четыре с половиной миллиметра вот 33 петли и резинку буду вязать и вяжем резинку один на один видите это же самое как мы делали на кармане мы начинаем вязание не с лицевой петли вот кромочную снимаем и начинаем вязание с изнаночной петли чтобы узор у нас хорошо совместился продолжаем наше вязание резинкой один на один одна лицевая 1 изнаночная это же перед кромочная у нас остается одна изнаночная далее даже по связали мы резинку всего 16 рядов ширина у меня 16 сантиметров это в свободном состоянии принятное дело что он тянется и высота 8 с половиной 8 с половиной 9 это так примерно и далее мы переходим снова на узор шишечки вот этот вот я положу все будет точно идентично как мы вязали на карманчике только шишечек будет больше и теперь вот смотрите начинаем точно также кромочная изнаночная лицевая изнаночная то есть вот одну шишечку как бы мы пропускаем вот она будет во втором раппорте и со следующей лицевой увязываем 5 петель и снова все то же самое изнаночная лицевая изнаночная и косички вывязываем 5 петель и продолжаем девчонки до конца ряда то есть в рукаве вот как у нас было в кармашке 33 шишечки в начале здесь у нас будет 7 шишечек в начале и вот такие вот промежутки в начале для шишечки в следующем раппорте то есть все точно также только увеличивается количество шишечек для рукава ничего для скосов я не добавляю то есть вижу ровно вот смотрите видите ровно 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 ничего нет никаких добавлений сейчас я вам измерю этот рукав важно очень девчонки вязать свободно чтобы было оно было такое воздушное полотно длина вот видите у меня 41 сантиметр до резинки вместе с резинкой рукава у меня 50 сантиметров раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять ряду вот этих вот шишечек я провязала так девчонки еще ширину вам измерим спокойном состоянии 31 сантиметре понятное дело что это лежачие такое состояние вот так вот выглядит этот сложный рукав видно что никаких добавлений я не делала это вся деталь соответственно вяжем мы 20 и что еще хотела сказать закрывала тоже свободно как и на кармане как мы это делали на кармашке чтобы это все у нас здесь было эластичным соответственно последний ряд точно так же как здесь девчонки не забываем для этого я вам показывала сначала рукав потом спинка девчонки для спинки мы набираем спинку вяжем тонкими спицами полностью то есть уже толстые спицы мы использовать не будем и набираем я 90 петель 90 петель я набрала и вяжу резинки один на один но здесь уже начинаю нормально с лицевой петли как обычно обычную резинку один один одна лица как 8 рядов я провязала это у меня 4 сантиметра всего лишь и ширина но вот я я сейчас измерю резинку 44 сантиметра потом она конечно на основном узоре изменится основная вязка оставляем эти же спицы теперь просто меняем там где была лицевая мы вяжем изнаночную где была изнаночная вяжем лицевой то есть мы меняем та же резинка один на один но только меняем местами лицевую изнаночную изнаночную лицевой и так мы будем делать вот эту замену каждый лицевой ряд из изнаночном ряду мы будем вязать по узору этот взор выглядит вот так вот потом в итоге очень симпатично с детства я его помню его называли у нас во всяком случае риса рисовая вязка нас корис как-то так девчонки кто знает правильное название этого узора пожалуйста напишите мне в комментариях вот провязала я один ряд второй ряд я вяжу без изменений то есть смотрю по узору если тут узелочек я вижу изнаночную косичкой разу лицевой тут по два ряда и так продолжаю следующем лицевом ряду я снова буду делать за не так мы хорошие вот смотрите нарисовала я вам схему вот такой вот вот такую деталь я провязала так выглядит этот жемчужный узор у вас основной узор у меня ширина 52 сантиметра видите 52 сантиметра и высоту я провязала спинку 50 сантиметров вместе с резинкой то есть вот это вот вся моя длина вот вся моя длина 50 сантиметров вместе с резинкой теперь я буду делать добавление вот здесь вот скос на пройме добавление буду делать при помощи воздушных петель в лицевом ряду запоминаем после кромочной одну снимаем делаем воздушную петлю здесь вяжем по узору без лицевой ряд я меняю петли узору довязала до конца ряда перед кромочной я точно также делаю воздушную петлю изнаночный ряд вяжу без изменений то есть здесь я добавила петлю и здесь я добавила петлю и в следующем ряду я снова буду делать точно такие же добавления изнаночный ряд хорошие смотрим видите вот такой вот скос я провязала всего 14 рядов 7 раз я сделала добавление вот здесь 1 2 3 4 5 6 7 7 раз по одной петле то же самое у меня здесь 1 2 3 4 5 6 7 видите с обеих сторон у меня образовался вот такой вот скос еще я посчитала ряды ориентировочно чтобы вы понимали что здесь у нас 50 сантиметров это девяносто шесть рядов здесь 4 сантиметра это 16 рядов и набирали мы 90 петель я просто написала то что о чем мы говорили далее я продолжаю ровное вязание вот без никаких добавлений здесь у меня получается теперь 104 петли вот здесь вот 104 петли я добавила 14 петель и далее продолжаем ровное вязание так ну вот я провязала девчонки 44 ряда высоту ровно эти 104 петли это у меня где-то приблизительно 20 сантиметров далее я буду делать плечевые вот такие вот скосы вот так вот у меня сейчас будет вырисовываться то детали это этого мы достигнем укороченными нашими любимыми рядами и так вяжем укороченные ряды мы вяжем просто рядами не до конца то есть все вязание все полотно я буду вязать укороченными рядами с обеих сторон провязала я ряд до конца вернее не до конца и остается у меня на спицах 4 петли видите я не довязала 4 петли работу поворачиваю теперь делаю вот такую вот воздушную петлю захватываю для чего потом расскажу объясню и вижу ряд следующий ряд то есть вот эти спицы у меня остались не провязанными на вот эти петли у остались не провязанными на спицах вижу второй ряд до конца не довязав 4 петли так вот второй ряд я провязала и на спицах у меня снова остаются 4 петли то есть если смотреть вот по нарисованной схеме мы двигались вот так вот здесь я вот оставила 4 петли вернулась сюда 4 петли теперь я буду вязать снова поворачиваясь сюда и будут останавливаться еще четыре петли буду оставлять на спицах вот так вот по 4 петли и далее снова двигаться сюда и по и 4 петли оставлять сейчас я вам покажу то есть я буду вот так вот чем дальше тем больше сужаться горловине вот так вот делаю эту воздушную петлю и вижу снова до конца ряда 5 у меня осталось 4 петли на спицах вот смотрите третий ряд я как бы провязала тут у меня 4 петли вот они первые 4 петли а здесь у меня вот четыре петли из основного вязания вот этот вот накид вот эту воздушную петлю мы не считаем он не считается за петлю мы оставляем 4 петли из основного из основного вязания вот они 4 петли то есть в каждом последующем ряду мы будем делать точно так же оставлять 4 петли но если считается воздушной петлей то это 5 петель и продолжаем наши вязание продолжаем вот так вот двигаться поворотными рядами и и оставлять по 4 вот смотрите всего я оставь всего я вязала незаконченные ряды 7 раз в каждой с каждой стороны то есть вот сейчас я вам показываю час вот как раз я остановилась в центре потому что второй ряд 7 ряд провязала смотрите сейчас будем считать с вами здесь видно прекрасно 1 2 3 4 5 6 7 точно также с этой стороны 7 раз 14 рядов по сути я связал теперь мы будем это все соединять вот здесь вот я еще его сделаю эту воздушную петлю и буду вязать теперь уже до конца ряда теперь будем заканчивать вот мы подходим к моменту нашего поворота вот вот мой накид видите которые дела воздушную петлю я ее провязываю вместе со следующей петлю так как по узору меня сейчас идет смена лицевой изнаночной видите по узору здесь у меня должна быть лицевая вот здесь вот я не ориентируюсь на накид я ориентируюсь на вот эту вот петлю и так как у нас ряды были как бы укороченные здесь получается что у меня две лицевые ничего не боимся это не страшно то последние ряды поэтому здесь вот изнаночная тут должна быть изнаночная я провязываю накид вместе со следующей петлю изнаночной тут получается у меня по две петли одинаковые но ничего страшного вот лицевая накид и следующая петля лицевой накид и следующая петля изнаночная через 1 тогда конца ряда вот он последний видите вяжем до конца ряда теперь это у нас изнаночная изнаночный ряд и мы вяжем по узору здесь мы не меняем петли вот видите вот здесь вот по узору меня получается по 2 петли чередуется 2 петли лицевые в следующий раз у меня будет 2 петли изнаночные но зато у меня нет дырок видите как все гладко и красиво эти незаконченные ряды мы красиво оформили чтобы не было дырочек так теперь мы продвигаемся ко второй нашей стороне сейчас мы будем там убирать дырочки вернее соединять наши незаконченные ряды вит в одно целое вот видите я приближаюсь теперь я буду вот опять же видите следующая меня лицевая нам просто здесь уже изнаночном ряду я не меняю петли поэтому две лицевые у меня точно так же как и с той стороны здесь я вижу по узору и накид провязываю со следующей петлю вместе вот так вот соединяю вот видите теперь у нас это ровное гладкое полотно без накидов без дырочек все мы соединили и восстановили но со скосом для плеча видите вот если сейчас это полотно разложить она имеет вот эти вот скосы на теперь я все петли закрываю так девчонки смотрите закрыла я все петли вот она так это схема еще раз посмотрели отложили как девчонки теперь вяжем полочки полочки мы вяжем таким вот образом так вот здесь вот я уже нарисовала подготовила схему набираем мы 47 петель как мы набирали на спинку 90 так мы набираем 47 вяжем 4 сантиметра резинкой 16 рядов резинка один на один опять же далее жемчужный узор вяжем 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 96 рядов и в итоге у нас получается 50 сантиметров и в итоге у нас получается 50 сантиметров как и на спинке вот но 50 сантиметров вместе с это мерзенька теперь я делаю вот этот скос но с одной стороны на спинке мы делали с двух сторон на полочке я буду делать с одной стороны то есть только в начале ряда я буду добавлять эту воздушную петлю 7 раз по одной петле в итоге у меня на спицах будет 54 и я продолжу вязать рук вот девчонки смотрите дети сделала я этот скос на рукав здесь я провязала 30 рядов вот видите а здесь у меня получилось под резинки 138 году вот эта длинная сторона 138 рядов вот здесь вот я провязала 30 рядов от ровного как бы полотна 30 рядов а здесь вот если брать от резинки да по этой ровной стороне то я провязала всего 138 рядов здесь пока не написала потому что здесь еще буду продолжать теперь вот видите вот эта сторона у нас ровная а это со скосом вот теперь мы будем делать здесь вот так вот горловина для этого с другой стороны видите здесь у нас будет рука с этой стороны мы закрываем 10 петель вот они 10 петель записать и вяжем до конца ряда вот смотрите провязала я до конца ряда из второй ряд провязала без изменений просто у меня сейчас вот так вот эта деталь находится я вижу уже вторую поэтому давайте я вам здесь покажу эту вот деталь вот она а вот это так теперь в третьем ряду мы здесь будем делать убавление вот точно так же как здесь мы делали добавление здесь мы будем делать убавление 1 2 3 4 5 1 5 1 1 петли то есть после кромочной мы будем провязывать 2 вместе в нечетном ряду в четном ряду мы вяжем без изменений то есть после каждой кромочной с этой стороны где у нас закрыты петли мы убавляем по одной петле то есть после кромочной вяжем 2 вместе пять раз и далее продолжаем вязать ровно убрал и опять раз опять в одной петли видите все равно ложу то и теперь у меня вот здесь вот провязана 44 ряда и теперь я буду делать вот этот вот скос незаконченными рядами как на спинке но только с одной стороны он и плеча и вяжем нашим незаконченными рядами как мы вязали на спинке довязываем до конца ряда ряда 4 петли так смотрим 1 2 3 4 вот точно так же как на спинке здесь делаем воздушную петлю и вяжем в обратном направлении и так далее девчонки продолжаем наше вязание пока мы полностью не повторим плечевой скос который у нас на спинке ну вот провязала я корочными рядами смотрите 1 2 3 4 5 6 7 1 вот все так как на спинке здесь я пишу 7 раз по 4 петли я оставила так если разделить это будет 4 5 7 вот где-то так вот теперь соответственно соединяем это все убираем дырки все так как на спинке воздушную петлю провязываем с петлей вместе и последнее довязываем до конца ряда и теперь все петли закрываем вот такой вот скос у нас получится по сути теперь девчонки что хочу сказать мы вяжем две одинаковые детали переда благодаря тому что у нас узор двухсторонний видите мы благополучно делаем две детали то есть нам не нужно следить как в других случаях за тем чтобы была левая правая у нас здесь все одинаково поэтому здесь нам париться не нужно теперь совмещаем плечевые с швы вот так вот выглядит это наша полочка вернее спинка полочки вот так вот просто совмещаем и сшиваем один и второй просто иглой я не буду делать никаких особых швов здесь этот шов нам нужен такой плотный чтобы он удержал это плечо чтобы вот эта кишка у нас не растянулась поэтому я просто просто обычным шов буду сшивать таким образом никаких заморочек просто совмещаю и сшивая вот так оба плеча так набирать девчонки петли мы будем тонкими спицами и начинаем набирать вот сейчас буду рассказывать вот здесь где у нас вот эти 10 петель закрыты мы делаем одну петлю она будет кромочная потом еще одну а далее мы вяжем через одну одну пропускаем следующий вытаскиваем одну пропускаем следующий вытаскивают растить спицы так далее эти далее у нас ну что нам здесь не нужно много петель у нас будет здесь узор тут этот шишечки и увеличится далее из каждой кромочной мы вытаскиваем по петле вот на правой полочке мы это уже сделали теперь мы переходим на спинку вот она здесь мы будем вытаскивать через одну здесь у нас закрытые петли одну сделали петлю следующий пропустились и так далее через году вытащили следующем пропустили чередуем через одну теперь мы подобрались к левой полочке идти по спинке мы набрали петлю и здесь из каждой кромочной добавляем по одной петле и здесь вот где 10 закрыты здесь чередуем через одну пропускаем со следующего тоска но и здесь вот для кромочной считает 53 петли меня все число петель должно быть нечетным для того чтобы у нас хорошо ложился узор так всего 53 петли вяжем таким вот образом это у нас сейчас изнаночный ряд первый кромочную снимаем лицевая изнаночная то есть наша резинка один на один но начинаем мы с лицевой петли видите в конце у меня получается последняя лицевая и кромочная далее лицевой ряд вот видите лицевой ряд у нас начинается все изнаночные петли продолжаем резинкой вязать смотрите я провязала 5 рядов резинкой один на один и начиная с лицевого ряда начинаю вязать узор перехожу на толстые спицы и перехожу на узор шишечки но перехожу со второй лицевой петли то есть первую я провязывая пока первое у нас будет во втором рапорте вспоминаем как мы вязали руками карман через одну я буду вывязывать узор шишечки и вязать его ровным полотном вверх вот так вот я продолжаю до конца ряда и вверх так девчонки вот теперь вот смотрите теперь я вам буду показывать я всего провязала 5 рапорта до последний не довязала до конца теперь считаем девчонки теперь мне может печь я считаю отсчитывать среди вот так вот 6 вот она средина вот моя средняя петля вот сейчас я должна делать здесь шишечку но я ее делать не буду потому что здесь мне нужно сделать нужно сделать вот такой вот скос 6 рапорт я делаю все как и всегда кроме средней нашей шишечки так вот смотрите я приблизилась к моему маркеру я ему прям здесь я ставлю здесь я провязала 5 вместе а здесь вот по узору мне нужно будет провязать здесь 5 но я их вязать не буду я просто провяжу лицевой здесь то есть шишечку я делать не буду а буду вязать лицевую петлю вот так вот вот таким вот образом то есть вот эта часть у меня будет уменьшаться постепенно и далее продолжаю вязать по узору все так как и прежде единственно что здесь вот не будет шишечки будет лицевая петля так вот смотрите девчонки видите уже провязала на 4 ряда вот она наша центральная петля и вот эти как бы косички с соседних шишечек теперь я буду здесь вот сейчас через три ряда после вот этого ряда который я вам показывала я провяжу 3 вместе поменяю вторую с первой местами провяжу 3 вместе теперь у меня будет вот здесь вот три петли вот так вот они сходятся и следующем лицевом ряду я еще провяжу вот эти три вместе и далее продолжаем по узору то есть мы из этих трех шишечек сделаем одну вот эту вот косичку то есть уберем вот эти две так вот смотрите видите вот такой вот треугольничек у меня здесь и теперь следующий рапорт я снова буду девчонки убирать там уменьшать на две шишечки теперь вот смотрите теперь вот наша центральная как бы косичка видите из этих я сейчас проверку мы приближаемся к центральной косички провязываем вот эти вот пять вместе ночную лицевая здесь вот и теперь вот в четвертом ряду я сделаю снова то же самое что и здесь здесь же по бокам я вяжу по узору видите то есть мы еще уберем вот так вот вот здесь вот у нас будет такой плавный переход заканчиваем точно так же как мы заканчивали рукава или карман то есть мы заканчиваем шишечку но следующую не вывязываем просто провязываем лицевой косичку дети из этой мы вывязывать сейчас не будешь и так до конца ряда вот таким вот образом мы провязали теперь девчонки смотрите вот у наш капюшон теперь вот здесь где наша центральная вот эта петля мы делим здесь пополам то есть будем сшивать крючком из двух спиц вот так вот теперь берем крючок из каждой спицы по одной петли 1 2 и провязываем 1 2 теперь у нас три петли провязываю довольно свободно мы знаем этот узор закрываем свободно обрезаем и замыкаем на этом этапе мы готовы капюшон наш готов вот видите вот такой прекрасный капюшончик отлично ложится так толстые спицы нам больше не нужен нам нужны и мы будем делать девчонки планку мы набираем вот начиная по лицевой стороне по полочке видите правая полочка у меня и по капюшону и заканчиваем левой полочкой так вот потом эту нитку там проделу из каждой кромочная вытягиваю по одной петли вот они мои кромочные видите вот таким вот образом и продвигаясь вот видите из каждой кромочной по одной петелечки точно также я продвигаюсь продвигать по капюшону по капюшону и заканчивая левой полочкой набрала и петли так вот мои две полочки вот мой капюшон первый ряд я вижу лицевыми петлями для чего для того чтобы был как бы такая эффект кетлевки вот так вот вот такая вот полосочка будет увидите потом чем первый ряд лицевыми петлями вот первый ряд я провязала лицевыми петлями видите вот такой вот кантик образуется и даже и продолжаем наше вязание резинкой один на один до нужной нам ширины планки видите вот этот лицевой ряд получается лицевые петли в изнаночном ряду и в лицевом ряду вот такой вот кантик у нас образуется продолжаем вязание вяжем планочку резинка один на один смотрите довольно много я провязала планку хочу широкую 12 рядов всего теперь закрываю все петли но закрываю по узору то есть где у нас здесь лицевая провязываем 2 вместе лицевой где изнаночная провязываем изнаночную и так до конца чтобы был такой вот тоже фигурный край как и вот здесь вот у нас вот так вот выглядит эта планка видите девчонки чуть-чуть она сначала корявая она потом у ляжется не страшно резинка она всегда такая так что мы делаем дальше девчонки дальше мы будем пришивать карман у нас тоже немного корявый но это тоже не страшно чем сам все расскажу резинка видите у нас же она тоненькая маленькая поэтому мы растягиваем совмещаем нижний край с моментом там где заканчивается резинка по центру как бы чтобы здесь и здесь у нас было один одинаково здесь совмещаем с началом основного вязания здесь смотрим чтобы одинаково было краешки одинаково от края запутат краев но не от этого а именно от основного вязания и вот так вот я прикладываю потому что все равно буду разравнивать далее пришиваю обычным стежком сейчас я вам начну и пока а далее вы уже продолжите сами вот здесь вот я буду сравнивать выравнивать как бы край параллельно этому краю хорошо нужно закупку закрепить кончик вот этот чтобы карман держался и вот таким вот обычным стежком скажите мне напомните как он называется знаю вот мы пришиваем этот карман вот здесь вот видите здесь я буду пытаться его сравнять хочу чтобы вам было видно хорошо то есть где-то подвинуть туда где-то подтянуть вот так вот по периметру я его буду пришивать вот так вот двигаюсь дальше 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 до конца здесь вот сейчас я вам покажу просто как это выглядит один я уже пришила чтобы вам показать вот он видите вот здесь по бокам я как смогла так его и сравняла и вот так вот выглядит пришитый карман вот эти волны по возможности я убрала совместила бы сопоставила верхи вот так вот выглядит готовый пришитый карман и что я еще сделала пришила рукав видите один а второй сейчас покажу вам значит рукав у меня вот здесь вот смотрим где у нас середина раз вот она середина ее я совмещаю с этим местом с центром здесь вот у нас где заканчивается вот это скос и начинается ровное полотно совмещаем краешек и второй краешек совмещаем с этим концом вот он так вот пришиваем рукав показываем готовы пришиты вот видите по ровной вот этой части рукава где у нас скос остается свободен ну и боковой шов соответственно от рукава до низа это мы все прекрасно знаем собираем сшиваем далее вам покажу так мои хорошие вот он сшитый кардиган как вы поняли как вы уже заметили никаких застежек я не делала он у меня будет на запах и завязываться на пояс то для пояса я набрала 14 петель и вязала резинкой один на один и всего у меня пояс полтора метра но вы смотрите по себе как как вам нужно то есть попробуйте его завязать и посмотреть длину то есть как вы хотите может вы хотите длиннее или короче вот далее вот эти шлевки мне надо еще сделать для этого часа померяешь у меня было чтобы у меня было на одном уровне первую я измерила на себе опять же меряйте на себя линия талии у каждого индивидуально и нить я складываю два сложения вот смотрите беру крючок сейчас я мере так вот и вот этот шоу захватывает прям зашел чтобы она крепко как бы уцепилась да вот прям про продеваю сквозь вот этот шов вытаскиваю нитку делаю 6 воздушных петель 2 и 4 5 6 7 8 вот и теперь смотрите снова и вот так вот захватываю шов который там прям я его чувствую полустолбиком закрепляю теперь ставите обе нитки продеваю и вытаскиваю на изнаночную сторону обе ниточки только каждую в другом месте чтобы мы могли так вот сделать видите вот этот шов я захватывала при вот и все девчонки на этом наш кардиган закончен осталось продеть поясок и все но всеми радуемся с вами была века и школа рукоделия я с вами прощаюсь всем пока пока и 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 Субтитры подогнал «Симон»